Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем с вами рассказывать о здоровых методах природных оздоровления. И для начала предисловие к сегодняшнему методу лечения. В Ветхом Завете, во второй книге Моисея Исход, в третьей главе написано, что Моисей водил по пустыне и вел в Богом обещанную землю, пространную и хорошую, в которой течет молоко и мед. И вот у меня возник такой риторический вопрос, а туда ли привел Моисей своих соплеменников? Ведь наша молочная река в древности называлась Сютень, по тюркской переводе Божье молоко, и медовое место. Так что, как вы поняли, наша тема сегодняшнего разговора будет «Мед и пчела, и все продукты ее производства». Пчела – это реликтовое насекомое, которое живет уже на земле более 60 миллионов лет. И она является самым главным, основным опылителем на земле, который создал все многообразие вот этого растительного мира, в котором мы видим. Пчела, чем еще необычно, что один грамм веса пчелы, в нем находится около миллиона нервных клеток. У человека в одном грамме находится в 6 раз меньше нервных клеток. И совместный такой коллективный мозг улики семьи, семейной пчелины, содержит 6-8 миллиардов нейронов. Поэтому пчелы контролируют и могут менять свое поведение на очень высоком уровне. Очень интересно. Потом, чтобы собрать 1 килограмм меда, пчелам нужно посетить 10 миллионов цветков. И еще такой интересный факт, ученые посчитали, говорят, что когда на земле умрет последняя пчела, то человечество останется прожить на земле ровно 5 лет, не больше. Вот такая нам она ценна и нужна эта пчелка. По-своему, это биологически активные продукты, которые производит пчела. В меде более 100 важных полезных компонентов содержится. А из 24 жизненно необходимых человеку микроэлементов, 22 находятся в меде. Поэтому мед должен быть не только как лечебный продукт, а как повседневный в рационе нашем питания. В профилактических, да, в профилактических целях. Настолько он ценен и полезен. Если еще, что еще можно сказать? Ну, кроме меда, пчела производит, это пыльца используется, пыльца, потом перга специально запечатанная, маточное молочко, прополис, воск, ну и, наконец, еще и пчелиный яд. И все эти продукты, и все эти производства, они все могут применяться при любой болезни. Так как они являются, повышают тонус, восстанавливают умственно-физическую работоспособность. И много полезных свойств они обладают именно все эти продукты. За многовековую историю человечества накопилось очень много различных рецептов по применению, по применению меда и продуктов пчеловодства. Вот, например, вот сейчас в сезон простуд, когда еще коронавирус до нас не долетел, вот, очень полезно, как профилактика начинающей простуды, профилактика синуситов и геморритов, использовать забрус. Что такое забрус? Это верхняя пластинка восковая, которой пчелы запечатывают свои соты. И медовики, когда добывают мед, они эту пластинку срезают с небольшим количеством меда. И этот продукт называется забрус. Так вот он, столовая ложка этого забруса, нужно жевать 15-20 минут и 4 раза в день. Там эфирные масла, они лечат и предотвратят и простуду, и осложнение синуситов, геморритов. Далее. Маточное молочко. Очень сильный, сильный лечебный продукт. В нем нашли кислоту, которая обладает противораковой активностью. Маточное молочко выпускается в виде таблеток, апеллак. Он повышает умственную, тоже физическую работоспособность, повышает давление, активирует вообще организм. Поэтому его применяют, если используют только в первой половине дня. Утром и днем можно использовать. Следующее, что мы используем. Во-первых, пчелиный яд. Пчелиный яд. Опытные апитерапевты, они методом ужаливания в биологически активной точке ужаливают пчелой. И это сам как бы иглорефлексотерапия. Только натуральная игла не стальная, а именно природная игла. И в правильной точке находят очень эффективно у грамотных специалистов лечение. Этот яд пчелиный содержит также в мазе, апизартроне, веропине. Он применяется при болезнях суставов и периферийской нервной системы. Оказывает лечебное действие. И в последнее время стали еще улик и пчелу использовать как физиотерапевтический метод лечения. На пасеках строится над уликом специальный домик. Специальный домик. И туда помещается больной. Во время лета, когда пчелки много их гудят, собирают свой нектар, он гудит улей. Гудит улей. То есть за счет вибраций, звуковых эффектов и плюс вдыхание, аромат эфирных масел от пыльцы, фитонциды прополиса. Обладают еще и лечебно-пефалтическим действием. У нас показывали, как Ющенко, первый президент, тоже на улике спал. И Янукович там что-то тоже показывал. То есть это сейчас как физиотерапевтический метод лечения. То есть пчелка используется на все 100%, даже еще и больше мы используем. У нее есть специальный такой медовый зубик. И вот она когда приносит нектар, он в этом зубике обрабатывается. И сахароза, или наш сахар, превращается в глюкозу и фруктозу. Более биологически ценное для нас вещество. А что по дозам? И всем ли можно? Есть же люди-аллергики, которым нельзя? Есть, да. Ну деткам, кто страдает диатезом, конечно, нельзя мед. И многие вот люди говорят, ой, у меня аллергия на мед, я его не употребляю. Но просто медов существует около сотни разных видов. То есть с разных цветов, с разных растений, откуда мед собирается. И он разный имеет и антигенную активность. То есть если у тебя, например, аллергия на липовый мед, то это значит, что у тебя будет мед. Пчелка настолько разумное создание такое, что она даже и яд свой выработала такой, что он не убивает. Если у остальных животных яд обычно убивает, когда ужалит. А пчелка не убивает, она просто отпугивает непрошенных гостей, которые хотят посетить ее улицу. И что касается дозировки? Что касается дозировки, ну, как мед, просто как повседневно. Вообще обычно всегда говорят, в нашем медовом городе, кто кушает, самые большие греховодники, это в Мелитополе, кто в медовом городе живя употребляют сахар. Не употребляют мед. То есть заменить полностью можно сахар на мед. Там, где в выпечке, в кодических изделиях, там, где надо сахар положить по рецептуре, можно положить, конечно, но специально насыпать сахар, употреблять сахар, в компоты, чаи и так далее, это действительно какие-то греховодники. То есть люди не беспокоятся о своем собственном здоровье. Потому что мед и все продукты пчеловодства являются еще и геронтологическим средством. То есть мед продляет жизнь, удлиняет жизнь людям, кто употребляет мед. Так что приятного аппетита всем. Так а сколько же утром его надо? Натощак его нужно? Можно, когда утром встает, мы уже рассказывали о воде, когда горячую воду утром выпить, туда можно положить мед, но не больше 50 градусов, потому что свыше 50-60 градусов ферменты активные, живые меда разрушаются. Поэтому есть рецепты, где мед используется в медовой коржи, так печется при высокой температуре. Понятно, что свойств полезных там меньше, но все равно, все равно даже этот мед все равно окажется ценнее, чем сахароза наша, наш сахар. А дозы индивидуально, индивидуально подбираются. По крайней мере, утром, обед и вечером, если вы по чайной ложечке меда сидите, это будет только вам польза и большая польза. Еще, в прошлой передаче, отвечая на вопрос о йодированной соли и морской соли, надо немножко сделать маленькое дополнение, что по Всемирной организации здравоохранения считают, что йода, дефицитное заболевание, находится на первом месте в мире. То есть, всему населению земного шара не достает йода, активного микроэлемента, и это основа, на которой формируются гормоны, вырабатываемые щитовидной железой. Так вот, йодированные соли, там есть соли йодиды. Йодиды, да, они стойкие, они до 6 месяцев этот йод сохраняют свой, но при неправильном приготовлении, когда вы его будете добавлять в готовящиеся первое-второе блюдо, когда они еще кипят, готовятся, этот йодид, он растворяется, и йод, как летучее вещество, очень быстро у них вылетает, то есть, пользы от него не будет. То есть, если вы хотите получить йод с пищей, то нужно выготовить уже в приготовленное блюдо, когда он уже остывает, то есть, сразу в горячее, в кипящее не ложить. Вот это такая маленькая нюанс, и диагностировать недостаток йода можно очень только простым способом, это на теле, на животе, на спине, на предплечье, где-то нарисовать несколько полосок нашего спиртового йода, спиртовым йодом, и если за 3-4 часа он полностью всосется, рассосется, это первый признак того, что ваш организм не хватает ему йода. Поэтому, но, тоже хочу предупредить, есть в некоторых книгах рекомендация, варварская рекомендация употреблять йод, как капать наш спиртовой вот этот йод на молоко. Так вот, эти капли йода, 6000 микрограмм этого йода, что в 30 раз больше того, что нам нужно нашей щитовидной железы в сутки. Поэтому, если такую дозу варварскую человек примет, забивается работа, нарушается работа выработки гормона щитовидной железы. Лучше употреблять продукты, которые богаты содержанием йода. Это морская капуста, это морская рыба, креветка. А из фруктов на первом месте стоит король по йоду, это фейхоа. Фейхоа. Он у нас продается? Продается. Да? Продается. Сейчас все продается. Он и раньше продавался. Продается. Он как раз в зимний период, где-то в декабре, в декабре снимают урожай. Обычно он есть. А где выращивается? В юных странах, на Кавказе. На Кавказе он есть выращивается. Все. Приятного аппетита и до новых встреч.